Наре культура. Индонезия. Самый крупный архипелаг на планете. Покрытый тропическими лесами, омываемый чистым синим морем, это рай для уникального многообразия видов. В то время, как во многих других регионах мира существует довольно большое разнообразие погодных условий, в Индонезии бывает либо чрезвычайно сухо, либо очень сыро. Оказавшиеся в сердце территории муссонов, животные научились извлекать выгоду из самых сильных ливней на планете. Субтитры создавал DimaTorzok Дикая природа островов Индонезии Архипелаг муссонов Расположенные в Юго-Восточной Азии 17 тысяч индонезийских островов лежат на границе между Индийским и Тихим океанами. Более двух третий суши покрыты тропическими лесами. Здесь обитают примерно 15% видов животных, существующих на Земле. И изоляция заставила их эволюционировать уникальным образом. При максимуме в 35 градусов Цельсия температура на архипелаге даже ночью редко опускается ниже 25 градусов. Здесь, на экваторе, пресная вода и тень – жизненно необходимые ресурсы. На большей части территории Индонезии в течение года дожди бывают изредка. Их было бы недостаточно для поддержания жизни на островах. К счастью, на горизонте показались перемены. Ежегодные муссонные ливни, которые длятся по полгода, начнутся в ближайшие дни. Сулавеси расположен в сердце Индонезийского архипелага. Это 11-й по площади остров на планете. На острове нет ни одной точки, которая была бы удалена от побережья более чем на 100 километров. С приближением полудня один из самых любознательных жителей Индонезии покидает свое укрытие в тени леса. Хохлатые павианы – довольно крупные приматы, обитающие на острове. Большую часть времени они проводят на земле в поисках еды. У них нет необходимости лазить по деревьям, поэтому хвост-балансир у них практически отсутствует. Ведомая альфа-самцом стая из 20 особей обыскивает побережье в поисках семян и бутонов, вынесенных на берег водой. Сейчас конец сухого сезона. Фруктов, оставшихся после предыдущих муссонов, уже не хватает. Так что в пищу пойдет все, что можно найти. В это время года вода после редких дождей быстро испаряется. Пресной воды мало, и животные идут на вынужденные меры. Впоследствии, однако, глоток соленой воды лишь вызовет дополнительное обезвоживание. Рост хохлатых павианов составляет 60 сантиметров, а вес – менее 10 килограммов. Однако от хищников они не страдают. Хотя за потенциально опасным соседом им все же приходится присматривать. Особенно теперь, когда пищи осталось так мало. Длина полосатого варана может достигать 3 метров. Это второй по размеру ящер в мире. Они прекрасные пловцы. И это одни из немногих рептилий, которые одинаково хорошо чувствуют себя и в соленой, и в пресной воде. Плоский хвост позволяет им плавать на отмелях, подобно рыбам. Под водой они могут находиться до получаса. При этом, плавая у самой поверхности, они могут наблюдать за территориями, где водится потенциальная добыча. Полосатые вараны едят все, что в состоянии проглотить, даже собственных сородичей. Они находятся на вершине пищевой цепи острова и заявляют о своем присутствии с уверенностью, присущей всем рептилиям. С помощью раздвоенного языка они улавливают запахи. И этот варан сосредоточен на потенциальной добыче. Павианам хорошо знаком данный охотник. Они уважают его мощные челюсти и хвост, подобный хлысту. Для своего размера вараны неплохо бегают. Преследуя добычу, они развивают скорость до 20 км в час. Сегодня этому варану не пришлось задействовать свои мощные конечности. Но, возможно, вскоре мы увидим их в действии, ведь другой варан почувствовал запах добычи. Полосатые вараны – животные-одиночки. Они не делят территорию и всеми силами стараются избегать конфликтов с себе подобными. Но когда пищи мало, каждый сам за себя. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА На этот раз, кажется, пострадала лишь гордость. Однако высоко над ними собирается другая буря. Муссонные ливни говорят о конце сухого сезона. В следующие полгода здесь периодически будут идти проливные дожди. И для многих обитателей острова они знаменуют собой начало банкета. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Индонезия не только обладает второй по протяженности береговой линии в мире. Здесь находятся прекрасные пресные озера. Озеро Тоба на острове Суматра имеет 100 километров в длину и 30 в ширину. Это самое большое озеро вулканического происхождения на планете. Здесь произошло самое крупное за последние два с половиной миллиона лет извержение. Оно было в 200 раз более мощным, чем те, что мы видим сегодня. На поверхность выплеснулось 3 миллиона тонн магмы. Это в 19 миллионов раз больше, чем вес Эмпайр-стейл-билдинга. Выброшенное облако пепло сильно повлияло на климат на планете. Оно заслонило Солнце. Из-за него понизилась температура на Земле и исчезли многие формы жизни. Облако дошло даже до Восточной Африки, находящейся за 7 тысяч километров. Но в конце концов вулкан на озере Тоба обрушился, оставив после себя огромный кратер и огромный резервуар для дождевых вод, приходящих в Индонезию с муссонами. В обширной системе рек и озер Индонезии обитает более 1300 видов пресноводных рыб. Большое количество органических отходов, смываемых с берегов, заставляет рыбу подниматься к поверхности в поисках корма. Но покидать спасительную глубину опасно, особенно в присутствии зорких хищников, парящих в небе. Размах крыльев броминского коршуна составляет немногим более метра. И он считается средней по величине хищной птицей. Эти птицы непривередливы в еде и находятся на вершине пищевой цепи. Их меню составляет падаль, рептилии, лягушки, даже насекомые. Однако рыба для них настоящий деликатес. Если ее удается поймать. Паря в 50 метрах над поверхностью озера, этот коршун замечает потенциальный обет. на этот раз затея не увенчалась успехом. Он не может рисковать и мочить крылья, ведь тогда он станет слишком тяжелым, чтобы летать. Поэтому рыбу нужно выхватывать с поверхности. Но вцепиться острыми когтями в добычу это лишь вопрос времени. Его собратья заметили добычу и решили тоже попытать счастье. Браминские коршуны живут колониями. Известно, что в стае может насчитываться более ста особей. когда на небольшой территории охотится так много птиц, они должны быть воздушными акробатами, чтобы избегать столкновений в воздухе. в воздухе. ВОЛНИТЕЛЬНЫЕ 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 После полугода сухой погоды они наслаждаются последствиями проливных муссонных дождей. Ливни не только обеспечили их пресной водой, они подстегнули вызревание более ста разновидностей фруктов. Можно не копаться в отходах, вынесенных морем. По крайней мере, пока. Фруктов так много, что стаи есть из чего выбрать. Неспелые фрукты выбрасываются. Однако, что для одной обезьяны объедки, то для другой сокровище. Манго, инжир и плоды хлебного дерева дают необходимые углеводы и витамины. Но фруктоза и клетчатки все же недостаточно для полноценного питания. К счастью, гнилые бревна идеальное жилище для земляных насекомых. И личинки термитов прекрасный источник белка. В это время года стычки между старшими членами стаи случаются редко. На сытый желудок ругаться не хочется. Но на молодых обезьян это правило не распространяется. обыскивание шерсти ежедневный ритуал. он не только укрепляет социальные связи, но и является отличным способом расслабиться. Но покой установился ненадолго. Кажется, появились визитеры. Птицы часто следуют за павианами, поскольку последние выбрасывают семена фруктов и разоряют жилища насекомых. А где птицы, там обычно бывают и гнезда. Несмотря на свои гигантские размеры, полосатые вараны отлично лазят по деревьям. И эта особь нацелена на любимое лакомство яйца. Острые трехсантиметровые когти работают как шипы. По стволу дерева варан поднимается легко. Но те же когти могут стать смертельным оружием, если варан встретится с загнанным в угол детенышем павиана. Хищник заметил другую добычу. Обеспокоенная стая наблюдает, не зная, как реагировать. павиана они мало что могут сделать. Детеныш павиана пытается уйти на более тонкие ветви, которые выдержат лишь его вес. ящер знает, что он слишком тяжел для погони и оставляет охоту. спуститься однако не так просто, учитывая, что внизу его ждут раздраженные зрители. к счастью, благодаря этому детеныш смог вернуться к стае. Павианы решают уйти и найти более спокойный участок леса. Таков, по крайней мере, их план. Примерно в ста километрах к западу от Сулавеси лежит самый большой остров Индонезии. Охватывающий территорию в три четверти миллиона квадратных километров, Борнео признан третьим по величине островом в мире. Он в четыре раза больше Сулавеси. Возраст этих тропических лесов 140 миллионов лет. Они одни из самых древних на планете. на Борнео обитает множество редких видов с уникальной историей эволюции. В их числе и самый известный житель островов. орангутан. Орангутаны пользуются обилием фруктов, вызревающих благодаря муссонным дождям. Недавние ливни также пошли на пользу птицам Борнео. На этом острове обитает более 650 их видов. Благодаря влажности популяция насекомых резко разрастается, становясь обильной пищей для голодных птенцов. Райские дронго с их великолепными хвостами одни из самых знаменитых обитателей острова. Перья хвоста почти в два раза длиннее тела птиц. В сравнении с телом они одни из самых длинных среди всех видов птиц. Но в этих лесах лучше держаться незаметно. Не все в рационе довольствуются лишь фруктами. Обладающий мордой кошки, телом медведя и хвостом, как у обезьяны, бинтуронг пожалуй является самым странным обитателем острова. Его вес около 30 килограммов. Длина тела чуть менее метра. Этот хищник, похожий на мангуста, ест все, что может поймать. Однако любимым его блюдом являются яйца птиц. А этот Дронго, кажется, покинул гнездо. Острый нюх бинтуронга учуял потенциальный пир. птица пытается отвлечь хищника. Но все ее усилия тщетны. Бинтуронги прекрасно лазят по деревьям. Если не считать приматов, они одни из немногих млекопитающих, обладающих хвостом, приспособленным для хватания. На дереве он служит им пятой конечностью. Наполовину втягивающиеся когти и чрезвычайно подвижные суставы позволяют ему отлично держаться, особенно когда он спускается головой вниз. Наконец он обнаруживает гнездо. Но для жертвы еще не все потеряно. Как и многие виды птиц, дронга могут отложить вторую кладку яиц, если первая погибнет. Наступает ночь. Недавние ливни пойдут на пользу гнездо. Недавние гнездо. Недавние гнездо. он выискивает добычу полагаясь больше на зрение, чем на слух. У него слабо выражен лицевой диск, позволяющий другим видам отслеживать происхождение звука. Также у него не такие мягкие маховые перья, и он не может, в отличие от других сов, летать бесшумно. его добыча находится под водой, и не может слышать его, как бы сильно он не шумел. Оказавшись на расстоянии броска, филин замирает. В ходе эволюции его ноги остались без перьев и не боятся влаги. А пальцы покрыты нескользящими чешуйками. его глаза прикованы к добыче. Рыбе не уйти. Большие острые когти филина убивают жертву мгновенно. Загнутый, как у ястребов, клюв крепко держит скользкую добычу. Затем филин заглатывает ее целиком. Он будет охотиться с этой позиции почти каждую ночь в течение сезона муссонов. Климат Индонезии обусловлен ее уникальным географическим положением. Архипелаг расположен в сердце самого большого и теплого водного резервуара на планете. Там, где встречаются Тихий и Индийские океаны. К тому он лежит между двумя крупными материками Азии и Австралией. Круглый год эти континенты нагреваются, по очереди втягивая воздух с окружающих океанов. Именно эти колебания на протяжении полугода приносят сухие ветра с австралийского континента, а затем проливные дожди, скапливающиеся во влажных воздушных потоках над Азией и Тихим океаном. В то время как большинство плодоносящих деревьев Индонезии зависят от ежегодных муссонных дождей, одна разновидность может обходиться без них. Фиги-душители плодоносят круглый год. Пожалуй, это самое важное растение на всем архипелаге. Приматы тропических лесов, птицы и многие млекопитающие в трудные времена выживают лишь благодаря его плодам. Высота этих деревьев достигает 40 метров. Однако лесного полога они достигают благодаря не одним лишь своим усилиям. Лесная подстилка непростое место для укоренения. борьба за воду и питательные вещества идет нешуточная. Света также не хватает. Так называемые душители преодолели эти трудности, заставляя поплотиться другие деревья. их семена сохраняются в пищеварительной системе живых существ и зачастую оказываются сброшенными высоко в кроне деревьев. Там они быстро дают ростки, выбрасывая воздушные корни, которые тянутся к земле. укоренившись, дерево начинает активно расти. Дерево хозяин не только вынужден бороться за воду и питательные вещества, оно медленно гибнет под давлением боковых корней. Достигнув лесного полога, фигодушитель выпускает обильную листву, которая лишает жертвы еще и света. В итоге растение хозяин погибает. От него остается лишь пустота внутри душителя. многих животных фигодушитель обеспечивает не только пищей, но и кровом. Безжальные пчелы одни из самых важных обитателей тропических лесов. Под лесным пологом движение воздуха почти отсутствует и для размножения растениям необходимы насекомые опылители. В сплетении корней фиги находят убежище и более крупные живые существа. А ночью определенным видом насекомых нужно быть особенно осторожными. Восточный долгопят один из самых мелких приматов на земле. Длина их тела редко превышает 14 сантиметров. Они такие маленькие, что помещаются на ладони. Огромные глаза этого ночного охотника большое физическое преимущество. Они больше, чем мозг и желудок этого животного. По соотношению с туловищем у них самые большие глаза среди всех млекопитающих. Уши, как у летучих мышей, способны уловить малейший шорох. Они позволяют долгопяту выследить потенциальную жертву, крадущуюся в темноте. Несмотря на очаровательный внешний вид, долгопяты не так безобидны. Используя длинные задние ноги, они могут прыгать между ветвями на расстояние до пяти метров. Пальцы с подушечками и когти при приземлении обеспечивают им железную хватку. Живут группами до восьми членов и конкуренция из-за еды бывает жесткой. В семьях долгопятов царит принцип «Кто успел, тот и съел». из дневного логова лунный свет выманивает и еще одного охотника. Это необычное существо. у него змеиная чешуя, когти, как у дракона и лапы, подобные лапам ящериц. Несмотря на черты, присущие в основном рептилиям, этот охотник-одиночка на самом деле доисторическое млекопитающее. Это панголин. И он ищет излюбленное лакомство. Муравьев. У панголинов плохое зрение, поэтому при поиске добычи они полагаются на прекрасное обоняние и слух. Нюх приводит его к дереву. Панголины прекрасно лазят по деревьям, и этот охотник направляется к полагу. Наконец он обнаруживает колонию. Используя 40-сантиметровый язык, он выуживает муравьев. Среди млекопитающих панголины уникальны. У них нет зубов, и пищу они переваривают с помощью мышечной внутренней стенки желудка с роговыми зубами. Маленькие проглоченные камушки перемалывают содержимое желудка почти как у птиц. Муравьи тщетно пытаются защитить свое жилище. Прокусить бронированную кожу хищника невозможно. панголины могут съедать до 200 тысяч муравьев за ночь. К счастью, подобные рейды недолги. Жертвы получают возможность собраться с силами и восстановить колонию. Но муссоны приносят на индонезийские острова не только живительные дожди. Они могут быть весьма разрушительны. Повреждения береговой линии влияют на экосистему. Однако многие острова Индонезии способны дать отпор. Мангровые леса это скопление деревьев и кустарников, которые одной ногой стоят на земле, а другой в море. Они произрастают в плохо вентилируемой почве и формируют одну из самых сложных экосистем на планете. Обширная сеть воздушных корней поглощает необходимый кислород и обеспечивает физическую поддержку. мангровые Эти густые сплетения корней удерживают отложения, смываемые с суши, что укрепляет береговую линию. Помимо этого они гасят энергию волн и служат защитой от ветра. В Индонезии произрастает самый большой мангровый лес в мире. Он раскинулся вдоль береговой линии на территории в 30 тысяч квадратных километров. Это пятая по площади мангровая экосистема на планете. Многие живые существа научились использовать эти плодородные и безопасные земли. Илистые прыгуны чувствуют себя как дома и в воде и на суше. Подобно амфибиям, на открытом воздухе они дышат через кожу. Но прыгунам необходимо сохранять воду в жаберной полости, чтобы она не пересохла. так они могут выживать на суше до трех с половиной суток. После отлива начинается бурный пир. Эта особь просеивает открывшийся ил, выбирая микроскопических существ. В их рацион входят насекомые, черви и мелкие ракообразные. Конфликт интересов? Здесь обычное дело. Обычно для того, чтобы отстоять территорию, достаточно поднять плавник. Но порой приходится и десны показывать. Илистые прыгуны не единственные амфибии, появляющиеся после отлива. Манящий краб получил свое название из-за движений, которые он совершает во время трапезы. От гипертрофированной клешни мало проку при поиске пищи в песке, но она используется как флаг для привлечения потенциальной пары. У тех, кто машет клешней быстрее, больше шансов привлечь внимание. Эти крупные конечности важны еще и в сражении. Территорию крабы делят при помощи грубой силы. самки самки развитые гораздо гармоничнее. Песок они просеивают вдвое быстрее, одновременно выплевывая песчинки. Манящие крабы и илистые прыгуны не представляют друг для друга угрозы. однако и те и другие должны опасаться еще одного обитателя мангрового леса. Рост яванского макака около 50 сантиметров, а вес примерно 7 килограммов. Они живут колониями до 60 особей и питаются в основном фруктами. но во время отлива они меняют рацион, из-за чего и получили свое второе название. Известные также как макаки крабоеды, они копаются в мангровом или, выискивая добычу в панцире. Эта самка обращается со своей добычей осторожно. Она на своем опыте убедилась, что клешня может больно ущипнуть. В крабовом мясе много белка и витаминов. Оно становится хорошей добавкой к обычному лесному рациону. Макаки редко делятся пищей. И этому детенышу подростку хочется взять дело в свои руки. Но все куда сложнее, чем ему казалось. все же он предпочел более безопасную пищу. Сполоснуть и семечко не кусающее за пальцы можно есть. макаки крабоеды научились приспосабливаться практически к любой окружающей среде. Они даже умеют планировать рождение потомства, размножаясь во время сезона мусонов. Неудивительно, что после человека макаки самые распространенные приматы на планете. На острове Сулавеси Мусон принес еще один подарок для стаи хохлатых павианов. Дожди заставили вызреть фрукты и превратили часть леса в настоящий аквапарк. Пока взрослые особи утоляют жажду, молодняк выпускает пар, играя в догонялки. Игры необходимы молодым павианам. Они не только помогают развить навыки общения, но и являются тренировкой перед настоящими драками, которые произойдут, когда они станут старше. даже суровые рептилии кажутся довольны наличием воды. Поймать рыбу никогда еще не было так просто. День подходит к концу. Наступает время самого невероятного зрелища в Индонезии. Эти крошечные вспышки что-то вроде слова «любовь» на азбуке Морзе. С наступлением сезона муссонов тысячи самцов-светляков пытаются синхронизировать свои вспышки, чтобы привлечь самок. Объединяя усилия, они увеличивают шансы на то, что их заметят. Светляки — это жуки длиной всего в несколько миллиметров. Свет возникает на брюшке при смешении кислорода с химическим веществом под названием люциферин. Эта биолюминесценция имеет почти стопроцентный КПД. Свет практически не дает тепла, а значит энергия не теряется. самки отвечают собственным световым письмом. А затем начинается настоящий фейерверк. Индонезия крайне разнообразна. это райский сад для многих живых существ. Однако они сталкиваются с трудностями тропической жары. Им порой не хватает воды и пищи. К счастью, многие из них адаптируются к трудным временам. Ожидая ежегодных муссонов, вместе с которыми придет и изобилие. Когда пищи у каждого будет в избытке. Композитор Кристиан Джебс. Оператор Ральф Бауэр. Продюсер и режиссер Колин Коллинс. Фильм озвучен студией СВДубль по заказу ВГТРК. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ